Вы, конечно, знаете, что есть на сибирской земле такое место — Якутия. Это только часть нашего севера. Три миллиона квадратных километров. На территории Якутии можно разместить десять таких стран, как Италия. Только вот апельсины здесь не растут. Климат не тот. На эти края в северном полушарии приходится полюс холода. Если мороз, то минус пятьдесят, минус шестьдесят. Если ветер, то ураганной силы. Трудно найти более суровое место с более жестким климатом. Здесь основное время года — зима. Под снежным панцирем Якутия прячет неисчерпаемые богатства. Алмазы, олова, золото, нефть, гидроресурсы колоссальной мощности. На каждую букву алфавита можно подобрать по несколько наименований якутских сокровищ. Но как вывозить отсюда отобранные у севера богатства? Как снабжать непрерывно растущие населения Якутии техникой и продовольствием? Железных дорог здесь пока нет. Авиация — ей нужны большие, оборудованные сложным хозяйством аэродромы. В сильные морозы и пургу она не летает. Да и себестоимость перевозок огромная. Речная навигация продолжается здесь всего три месяца в году. Только-только доставить грузы к перевалочным базам. Но как только встанут реки, их русло превращается в расчищенные бульдозерами дороги — зимники. Летом в этих краях 8 тысяч километров автомобильных дорог. Зимой — 32 тысячи. Во всех направлениях тянутся трассы жизни, неслыханные для других мест длинны. Магадан-Мирный — 3 тысячи километров. Большой Невердепутатской — 3 с половиной тысячи. Такие уж здесь расстояния. Почти вся тяжесть грузовых перевозок ложится на плечи автомобиля. И самая горячая работа — зимой. Работа горячая, да время холодная. При таком морозе приходится тяжело и водителям, и машинам. Вот что происходит с покрышками и шинами при температуре ниже 40. Морозостойкая резина на севере — сущная необходимость. И даром здесь особенно ценятся шины с повышенным содержанием каучука. Чтобы видеть дорогу, местные водители кто пластилином, кто медицинским пластырем лепят на ветровое стекло еще одно с воздушной прослойкой между ними. Иначе затянет льдом, и никакой обдув не поможет. А вот эти дыры приходится делать в передней стенке кабины, чтобы тепло из-под капота шло к водителю, и оно идет вместе с угарным газом. Кабина — дом водителя на много месяцев, и каждый утепляет его чем может, от медвежьей шкуры до ватного одеяла. Случись в дороге авария, откажи мотор! Такая печка — единственный шанс на спасение. Вот в эти-то края злых морозов и пришли на испытания новые грузовики завода имени Лихачева ЗИЛ-130С. Буква «С» обозначает северный вариант. На станции «Большой Невер» их доставил поезд. Дальше к северу они должны двигаться своим ходом. Первый этап пробега «Большой Невер-Ягутск» — 1200 километров. Как же оснащены машины автозаводцев для такого пути? Как вообще должен выглядеть автомобиль, работающий на севере? Чтобы тепло хорошо сохранялось в кабине, пол, двери, задняя стенка и крыша утеплены пенополиуретаном. Поверх него — войлочные маты. На машине установлена лебедка, прожектор-искатель и многое другое оснащение для борьбы с морозом. Проверить его надо было не в лаборатории, не на стендах, а в трудной и дальней дороге. Вот так порой начинается утро у водителей на севере. Выбор у них небогатый. Либо не останавливать двигатели вообще, либо разводить под машиной костры. Выогревать иногда приходится не только картер и задний мост, но и ремень вентилятора и шланги. Можно представить, во что обходится машине такой обогрев. И новые грузовики, только что пришедшие сюда с завода, но не имеющие специального оборудования, тоже вынуждены переносить эти пытки. Такой прогрев длится около двух часов. Не надо забывать и того, что эти два часа оторваны от короткого сна водителей. Пришел и директор автобазы Константин Александрович Лисицын. Он из тех легендарных шоферов, которые 30 лет назад впервые осваивали якутские трассы. Много разных марок автомобилей водил Лисицын. ИЗИЛ-130С получил у него высокую оценку. Преимущество новых автомобилей доказано наглядно. А здесь возни еще часа на полтора. От сильного мороза на дороге лег туман. В такую погоду приходится передвигаться ощупью. Здесь испытателям помогли установленные на ЗИЛ-130С противотуманные фары. Бывают на северных дорогах и такие встречи. Транспорт безотказный. И проходимость хорошая. Но что значит одна лошадиная сила против 150? Всякие дороги попадались испытателям. И хорошие, и плохие. Но мощный двигатель всегда работал в самом высоком тепловом режиме. Не перекрывался на больших нагрузках. И не стыл на малых. Водитель об этом не беспокоится. Электромагнитная муфта, связанная с термореле, сама включает и выключает вентилятор. Много километров отмерили колеса новых грузовиков, прежде чем в тумане замаячили первые дома Якутска. Мороз в 60 градусов, частый гость Якутский. Кажется, ничто живое не может выдержать такой холод. Но город живет. Живет полнокровной жизнью. И дети ходят в школы. Только одеваются потеплее, чем в Москве. Жители этого морозного края по достоинству оценили новые грузовики ЗИЛ-130С. С каждым годом ширится наступление на Север. Встают новые рудники, поселки, города. Непрерывно растет население богатейшего края страны. Север ждет мощный, выносливый, неприхотливый грузовой автомобиль. Так оснащенный для борьбы с холодом, чтобы никакая пурга, никакие морозы не угрожали ни автомобилю, ни жизни, ни здоровью водителя. Над созданием такого автомобиля и работает коллектив Московского автозавода имени Лихачева. КОНЕЦ